Этот портрет – вершина творчества Кустодиева. Художник был давним поклонником Федора Ивановича Шаляпина, и всемирно известный певец отвечал ему тем же. Он не только оценил его как живописца, но и видел в нем человека величайшей духовной силы, заслуживающей восхищения. В своей автобиографии «Маска и душа» артист так рассказывал в встречах с Борисом Михайловичем. «Много я знал в жизни неинтересных, талантливых и хороших людей. Но если я когда-либо видел в человеке действительно великий дух, так это в Кустодиеве. Нельзя без волнения думать о величии и нравственной силы, которая жила в этом человеке, и которую иначе нельзя назвать, как героической и доблестной». Шаляпин позировал Кустодиеву в его петербургской квартире в крохотной комнате, отведенной под мастерскую. Они подолгу беседовали, а иногда даже пели дуэтом. Великий певец зачинал и вел мелодию, а художник подхватывал мотив. Борис Михайлович стремился изобразить своего друга празднично и живо, а тот, в свою очередь, всячески пытался приободрить мастера за работой. Изначально полотно называлось «Новый город». Исполинская фигура артиста возвышается на сцены народного гуляния. Шаляпин озирается вместо ему незнакомых. Очередно певец приехал сюда на гастроли, что подтверждает виднеющиеся внизу афиши. Роскошная шуба Шаляпина нарочито распахнута. Видно, что она целиком на бавровом меху, а не только воротник. Чтобы обратить внимание на перси с драгоценным камнем, артист отставил бизинец правой руки. Однако роскошь эта напускная. Она лишь обрамляет по-настоящему великого человека. Кустодиев, искренне любивший Федора Ивановича, не удержался от присущей его творчеству иронии. И изобразил приятеля самовлюбленным щегарем Тенди. Любимый пес Ройко с преданностью глядит на своего хозяина. Сын Кустодиева впоследствии вспоминал забавную деталь. Любопытно было смотреть, как позировала любимая собака Федора Ивановича, черно-белый французский мокс. Для того, чтобы он стоял, подняв голову, на шкаф сажали кошку. И Шаляпин делал все возможное, чтобы собака смотрела на нее. Шаляпин не расставался с этой картиной до самой смерти и ценил их выше всех других своих портретов. Субтитры создавал DimaTorzok